Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поработаем над тестовыми заданиями по разделу лексикология и фразеология. Я сегодня попытаюсь вам объяснить алгоритм выполнения некоторых тестовых заданий по данным разделам. Давайте приступим. Какой способ использован для разъяснения лексического значения слова? Перекати поле. Перекати поле – степное растение в виде шаровидного кустика. Смотрим на дистракторы. Во-первых, ребята, вы должны помнить и знать, какие у нас есть способы разъяснения лексического значения слова. Во-первых, у нас есть указание признака предмета, названного словом, подбор близкого по значению слова, то есть синонимов, подбор антонимов у нас есть. Конечно же, у нас есть раскрытие значения частей слова и использование слова в тексте и другие. Смотрим. Мы должны определить, каким способом здесь разъяснено лексическое значение слова «перекати поле». В варианте А указано указание признака предмета, названного словом. Это у нас верный вариант. Почему? Потому что здесь мы сказали, что «перекати поле» – это степное растение в виде шаровидного кустика. Следовательно, этот способ у нас – указание признака предмета, названного словом. Теперь смотрим просто на следующий. Подбор близкого по значению слова, то есть синонима. Как мы с вами можем заметить, то есть здесь нет синонима. Мы знаем, что синонимы – это слова одной и той же части речи, близкие или одинаковые по лексическому значению. То есть это нам не подходит. Вариант С – раскрытие значений частей слова. Понятно, что это не раскрытие значений частей слова. Раскрытие значений частей слова, например, в слове «землякоп». Человек, который копает землю. Или водовоз – тот, кто возит воду. Вот это у нас способ называется «раскрытие значений частей слова». Смотрим на вариант Д – использование слова в тексте. Как вы видите, что у нас в данном случае нет текста, следовательно, данный вариант тоже нам не подходит. И смотрим на вариант Е – подбор к слову антонима. А мы знаем, что такое антонимы. Это слова, противоположные по значению. Следовательно, это и не антоним. То есть, как мы с вами сказали, верный вариант данного тестового задания – это вариант А. То есть данное слово, перекати поле, здесь лексическое значение его разъяснено путем указания признака предмета, названного словом. Смотрим на следующее тестовое задание. Однозначным является слово. Во-первых, ребята, при решении такого тестового задания вы должны помнить и не путать. В основном слова, имеющие переносное значение, они бывают многозначными. Смотрим, например. Вариант А – жестокий. Мы можем сказать «жестокий человек» и «жестокий мороз». То есть мы понимаем, что в прямом значении это у нас «жестокий человек», в переносном значении – «жестокий мороз», то есть очень сильный мороз. Следовательно, у данного слова есть и прямое, и переносное значение. Следовательно, это у нас, конечно же, многозначное слово. Далее. «Бежать». Человек может бежать, то есть передвигаться. И бежать, допустим, может время. Время бежит. Это у нас переносное значение. Слово «бежать» у нас, конечно же, многозначное. Далее. «Земля». Слово «земля», ребята, мы уже привыкли к этому слову давно, мы знаем, что она многозначная. То есть земля – это может быть суша, земля может быть почва, на которой что-то мы растим. Данное слово, конечно же, у нас многозначное. Но мы еще знаем, что земля, если пишется, конечно же, за главные буквы, это у нас наша планета Земля. Д. «Напролом». Какое значение имеет слово «напролом»? Именно данное слово однозначное, потому что имеет одно лексическое значение, то есть напрямую, несмотря ни на какие преграды. Данное слово однозначное. И посмотрим на последнее слово, конечно же, «почва». «Почва» может быть то же самое, как «земля», и «почва», допустим, может быть у данного ребенка благодатная почва. То есть мы можем сказать об этом человеке, что он может стать хорошим специалистом в какой-то области. То есть данное слово у нас многозначное. И нашим ответом, как мы уже поняли, является ответ «напролом». Данное слово у нас является однозначным. Ребята, смотрим на следующее задание. Значение какого из слов разъяснено путем подбора к нему близкого по значению слова. Во-первых, вы должны подчеркнуть для себя близкого по значению слова. Что это означает? То есть подбор синонимов. Смотрим на наши варианты. Кротость, покорность, смирение. Как вы уже, наверное, сами заметили, что наш верный вариант, так как мы сказали, что близкое по значению слова, то есть синоним, а данные слова являются синонимами. Кротость, покорность, смирение. Это наш верный вариант. Но разберем другие. Рубка действия по глаголу «рубить». Как мы можем сказать, каким способом разъяснено лексическое значение данного слова? Рубка действия по глаголу «рубить». Мы можем сказать, что данное слово, то оно просто указанием признака, названное словом. Следующее. Молодежь, молодые люди. Здесь снова же подбор словосочетания. Это у нас разъяснение путем подбора словосочетания. Следующее. Музыкант, тот, кто занимается музыкой, мы можем сказать, что данное лексическое значение слова разъяснено при помощи указания признака, названного словом. Дальше. Фрегат. Крупная морская птица, живущая в тропиках. Снова же данный способ разъяснения лексического значения слова – это указание признака, названное словом. То есть верный вариант ответа у нас. Кротость. Вариант А. Будьте очень внимательны при выполнении таких тестовых заданий. Ребята, давайте поработаем над данным тестовым заданием. Смотрим. Укажите лишнее в кластере. Обратите внимание, что и вы, когда вы будете работать над тестовым заданием, вы должны обязательно отмечать самые главные моменты в тестовом задании. То есть в опросе. Вы должны обязательно указать самые главные моменты. То есть указать слово, на которое падает логическое ударение и от которого зависит исход решения тестового задания. Смотрим. Самое главное здесь является найти лишнее. Смотрим на кластер. Ребята, давайте с вами посмотрим на данное тестовое задание. Здесь у нас тоже нужно указать лишнее в кластере. Но мы должны указать лишнее именно в аммонимах. Вспоминаем. Что такое аммонимы? Аммонимы – это слова, которые пишутся и слышатся одинаково, но имеют абсолютно разные лексические значения. Смотрим. Снова же, как и до этого, в предыдущем тестовом задании мы должны отметить лишнее. Нам нужно выбрать лишнее. Хищный гриф – это птица. И гриф у гитары, мы это знаем, что это уже отношение имеет только к гитаре. Данные слова, конечно же, аммонимы. Следующее. Жар в печи и жар у сына, так как имеет общее лексическое значение, есть сходство, то есть очень жарко. Жар – температура и жар – жарка в печи от огня. Следовательно, данные слова не аммонимы. И это мы должны выбрать как лишнее. Смотрим на следующее. Пижама из байки. Байка у нас материал. И рассказывать байки, то есть рассказывать сказки, чепуху, бессмыслицу. То есть данные слова – это, конечно же, аммонимы. Следующее. Мало воздуха и струя воздуха. Мало воздуха, то есть не хватает воздуха. И струя воздуха данные слова не аммонимы, так как имеют здесь сходство в лексическом значении. Это у нас многозначные слова, то есть это лишнее. И смотрим на последнее. Высыпать соль. Соль, допустим, минеральная соль. Я не знаю, пищевая соль, мелкая соль. И нота соль. У данных слов соль нет ничего общего, следовательно, это аммонимы. И выбрав лишнее, то есть это у нас номер 2 и номер 4, мы нашли ответ. То есть наш ответ – это 2 и 4. Будьте внимательны. Вы делаете ошибки, не указывая то, что вам нужно выбрать именно лишнее, а не аммонимы. Следовательно, вы должны выбрать пункты, где нет аммонимов. Теперь, ребята, поработаем над таким тестовым заданием. Укажите верный вариант заполнения диаграммы Эйлера-Вена, сравнив существительное с точки зрения лексического значения. Перед нами два словосочетания. Верная рука. Смотрим. Верная рука многозначная. Мы можем сказать «да», это многозначное слово, так как «рука», «да», на самом деле, многозначное. Дальше, второе – синонимы и устаревшие слова. Мы можем сказать, что это синонимы, так как «длань», как вы знаете, означает «ладонь». Но данные слова – рука не устаревшее слово. Следовательно, данный вариант неверный. И смотрим на третье – однозначное. Однозначное здесь насколько верно, насколько нет, так как является синонимами. И вы должны посмотреть, так как у нас здесь второе уже неверное, то есть данный вариант у нас неверный. Смотрим на вариант В. Первый – это общеупотребительное. Да, верная рука, рука – это общеупотребительное. Насколько это прямое значение, не прямое значение. Смотрим на третье – историзм. Третье – это не историзм, так как «длань» – это у нас архаизм. Вспоминаем, что такое историзм, что такое архаизм. Историзм – это устаревшие слова. которые не имеют современных синонимов, а архаизм – это устаревшие слова, которые имеют современные синонимы. Длань, ладонь – это архаизм. То есть, следовательно, у нас здесь два неправильных пункта – это второй и третий. И, конечно же, данный дистрактор B нам не подходит. А теперь мы с вами переходим к дистракторам следующим – C, D и E. Смотрим на вариант C. Первая, то есть верная рука – общеупотребительная. Конечно же, общеупотребительная, как мы до этого с вами и отметили. Дальше, второе, то есть общее – в переносном значении, правильно, и верная рука, и карающая длань – оба в переносном значении. И синонимы, конечно же, синонимы – это рука, это ладонь – это синонимы. И третье, относящиеся к карающей длани – это архаизм, правильно, так как длань – это архаизм, означает ладонь. Дальше, D. Первая, верная рука – однозначная. Мы знаем, что слово рука – это неоднозначная. Дальше, антонимы – то, что общее. Мы с вами сказали до этого, это не антонимы, это синонимы. Следовательно, это уже неверно. Но общеупотребительные оба, конечно же, не общеупотребительные, так как слово «длань» – это у нас архаизм. Дальше, и третье – это многозначное. Конечно же, как мы до этого с вами отметили, что многозначность – это относится к обеим частям. То есть это неверный вариант. Дальше Е. Первая верная рука общеупотребительная, это верная. Второе, то, что в прямое значение и паронимы. Конечно же, это не в прямом значении и это не паронимы. Вспоминаем, что такое паронимы. Это слова, которые вроде бы пишутся и слышатся одинаково, но могут отличаться либо одним, либо несколькими звуками. Следовательно, это у нас не паронимы. И третье, архаизм. Правильно, это архаизм, но так как у нас были ошибки, то есть варианты А, Б, Д и Е нам не подходят. Нам подходит один правильный вариант, это вариант С. Ребята, давайте посмотрим на тестовое задание такого типа. Смотрим. Какие утверждения следует поменять местами, чтобы диаграмма Эйлера-Вена оказалась верной? Как мы до этого говорили, и вы, наверное, уже знаете, что диаграмма Эйлера-Вена в первой части, она относится к одному слову, либо сочетанию. Вторая часть, это общая часть, то, что находится посередине, и последняя часть, то, что относится к слову или к сочетанию, в зависимости от того, о чем идет речь. Смотрим. Значит, у нас сочетание повесить голову и хоть бы хны. Ну, как мы с вами знаем, что это у нас фразеологизмы. И смотрим. То есть мы должны найти ошибки и сделать так, чтобы поменяв местами, эти ошибки у нас исключились из данного тестового задания. То есть мы должны решить тестовое задание, исключив ошибки. Смотрим. Повесить голову. Значение полное равнодушие. Так ли это? Давайте вспоминаем. Что означает фразеологизм «повесить голову»? То есть огорчиться. Следовательно, это неверное утверждение. То есть мы это выбираем. Первое – это неверное утверждение. Смотрим на второе. Синоним «повесить нос». Правильно, синоним фразеологизма «повесить голову» является «повесить нос». Следовательно, это верное утверждение, его мы не трогаем. Смотрим на третье утверждение. Фразеологизм. То есть они оба и «повесить голову», и «хоть бы хны». Фразеологизма, следовательно, общее тоже верно. Четвертое – значение огорчиться. Смотрим. Значение огорчиться подходит к фразилогизму «повесить голову». Следовательно, это уже тоже неверное утверждение, так как «хоть бы хны» обозначает все равно. Синоним «хоть трава не расти». Следовательно, мы должны поменять местами пункты 1 и пункт 4, чтобы у нас диаграмма Эйлера-Венна получилась верной, то есть вариант А. Вариант А – это правильный ответ, то есть меняем пункты 1 и 4. Будьте очень внимательны. Давайте, ребята, посмотрим на данное тестовое задание. Значит, укажите фразилогизмы, которые могут быть и свободными сочетаниями. Значит, мы с вами, во-первых, должны знать, что такое фразилогизмы. Это устойчивое сочетание слов, значение которых мы можем дать либо одним словом, либо предложением. А свободные сочетания, то есть словосочетания, те слова, которые могут быть, значение которых может быть, пояснено отдельно друг от друга. Смотрим. Песенка спета. Песенка спета. Данное сочетание может быть как фразилогизмом, так и свободным сочетанием. Допустим, песенка спета. Это у нас даже получается предложение. Следовательно, это мы должны обязательно выбрать. Дальше. Попасть в тон. Попасть в тон у нас фразеологизм. И свободным сочетанием быть, конечно же, не может. Дальше. Третье. Плыть по течению. Плыть по течению данное сочетание может быть как фразеологизмом, так и свободным сочетанием. То есть, плыть по течению, течение реки или по течению моря или океана, и ты плывешь по течению. То есть, следовательно, это может быть как в прямом, так и в переносном значении. То есть, может быть и фразеологизмом, и свободным сочетанием. Мы выбираем данный пункт. Следующее. Раскладывать по полочкам. То есть, это сочетание может быть как фразеологизмом, то есть, раскладывать по полочкам, все аккуратненько, и раскладывать по полочкам. У нас есть полки у всех дома, и мы раскладываем по полочкам, например, книги. Следовательно, данное сочетание может быть как фразеологизмом, так и свободным сочетанием. Выбираем данный пункт. Смотрим на пятый пункт. Заморить червячка. Мы знаем, что заморить червячка – это поесть. Это может быть только лишь фразеологизмом. Так как в свободном сочетании мы значение к отдельным данным словам даже подобрать не сможем, то есть это будет неверно. Следовательно, данное сочетание может быть только фразеологизмом. И верным ответом здесь у нас будет 1, 3, 4. 1, 3, 4 у нас вариант В. Давайте, ребята, с вами поработаем над данным тестовым заданием. Смотрим. У фразеологизмов, использованных в предложениях, есть общие, потому что они являются. Смотрим на данные предложения. Когда строительство замедлилось, он забил тревогу и стал выяснять причины этого. И второе предложение. Пропагандист, как я, не ждет команды. Я бью в набат уже не первый день. Во-первых, для того, чтобы успешно выполнить данное тестовое задание, мы должны найти наши фразеологизмы. И фразеологизмы у нас в первом предложении это забил тревогу. Во втором предложении бью в набат. Смотрим, что у них есть общего. Во-первых, как мы с вами уже поняли, что они синонимы. То есть мы выбираем первый пункт. Это синонимы. Раз они являются синонимами, следовательно, они не могут быть антонимами. То есть второй пункт нам не подходит. Третий пункт. Одним и тем же членом предложения. Правильно. И забил тревогу и бью в набат является одним и тем же членом предложения. Следовательно, этот пункт нам тоже подходит. Выбираем. И смотрим, являются ли данные фразеологизмы и свободными сочетаниями. Конечно же нет. Мы не можем забить тревогу в прямом значении и не можем бить набат в прямом значении. Так как свободными сочетаниями они не являются. То есть это не может быть у них общее. Следовательно, мы четвертый пункт брать не можем. Правильный вариант ответа у нас первый пункт, то, что они являются синонимами. И пункт третий, то, что является одним и тем же членом предложения. Ребята, давайте мы посмотрим на данное тестовое задание. Смотрите на его условия. Какие из сочетаний являются соответственно? То есть самое главное слово здесь соответственно. Что означает данное слово соответственно? То есть они должны идти по порядку. Соответственно, словосочетаниями. То есть первое должно быть словосочетаниями. Второе фразеологизмами. А третье фразеологизмами и свободными сочетаниями. Смотрим на наши ответы. Открыть глаза, сердце болит. Открыть глаза и сердце болит. Посмотрите. У нас данные сочетания могут быть как фразеологизмами, так и свободными сочетаниями одновременно. Следовательно, данный вариант относится к третьему пункту. Смотрим на пункт Б. Сесть на диван и заварить чай. Сесть на диван и заварить чай. Данное сочетание слов это просто словосочетание, так как не является фразеологизмами. И это относится, конечно же, к пункту первому. Значит, Б у нас относится к первому пункту. Смотрим на пункт С. Кривить душой и валять дурака. Кривить душой и валять дурака – это у нас, конечно же, только фразеологизма, так как в прямом значении данное сочетание слов быть не может. Следовательно, это фразеологизм. Отмечаем С. Дальше. Потерять рассудок и тряхнуть стариной. Снова же, потерять рассудок и тряхнуть стариной – это у нас фразеологизмы, так как в прямом значении мы их употребить не можем. Отмечаем. Д. И Е. Хлопнуть дверью и прикусить язык. Данные сочетания могут быть как фразеологизмами, так и свободными сочетаниями одновременно. Следовательно, это относится к третьему пункту. Ребята, будьте внимательны. Если в условии задания есть слово «соответственно», значит, все должно быть по порядку. То есть первое словосочетание у нас пункт «б», фразеологизмами могут быть пункты «с» и «д», а фразеологизмами и свободными сочетаниями одновременно пункты «а» и «е». Ребята, давайте с вами посмотрим на следующее тестовое задание. Укажите фразеологизма со значением «исчез». Во-первых, при решении таких тестовых заданий вы должны, конечно же, найти слово, на которое падает логическое ударение. И в данном случае это слово «исчез». Смотрим. Первый пункт. «Поминай, как звали». Значение «поминай, как звали» и есть значение «исчез». То есть это у нас правильный пунктик. Дальше. «Ни под каким видом». Данный пункт не подходит, так как не имеет значения «исчез». Смотрим на следующий пункт. «И след простыл». Правильно, мы обязательно должны выбрать этот пункт. Почему? Потому что «и след простыл» имеет значение «исчез». На всех парусах имеет значение «быстро», а так как это не значение «исчез», следовательно, этот пункт мы не выбираем. И смотрим на данный пункт, как сквозь землю провалился. Данный фразеологизм имеет значение «исчез», и мы, конечно же, должны выбрать данный пункт. И последний, шестой пункт. «Во все лопатки». «Во все лопатки» имеет значение «очень быстро». Следовательно, данный фразеологизм не имеет значения «исчез». Мы не должны выбрать данный фразеологизм. И у нас ответ. У нас ответ 1, 3 и 5 пункты. Ребята, на этом наше занятие окончено. Надеюсь, данное занятие вам дало очень много полезной информации. Пожалуйста, будьте очень внимательны при выполнении тестовых заданий. Вы должны обязательно подчеркивать самые главные моменты и искать нужные слова. Если вы поймете условия задания, следовательно, 50% того, что вы найдете правильный вариант ответа, это, конечно же, у вас уже в кармане. То есть, если вы поймете условия, то, конечно же, легко найдете правильный вариант ответа. Ребята, будьте очень внимательны, чтобы у вас все было хорошо. Внимательно читайте условия и подчеркивайте нужные моменты. Всего доброго и до свидания.